Тополь. Тоже под сносом. Видите, отмечены зелёные краски. Замглавы комиссии Саратова по зелёным насаждениям Юрий Васильев показал, какие деревья будут спилены во время реконструкции площади Кирова и сквера перед цирком. Экологи, члены комиссии и общественники встретились в зелёной зоне, чтобы проверить, есть ли необходимость в сносе приговорённых насаждений. Васильев предупредил, что из 359 деревьев планировалось снести 75. Есть акты осмотров, и комиссия рассматривала этот вопрос, и вот есть разрешение. А можно увидеть сами акты осмотра каждого дерева конкретно? Они должны быть у исполнителей, да, в любом случае? Они есть, но я с собой их не брал. Зелёная комиссия впервые пригласила активистов обсудить состояние деревьев, но встреча прошла без каких-либо документов, поэтому выяснить конкретные причины вырубки общественники не смогли. В результате рейд превратился в прогулку по скверу, во время которой участники пытались переубедить друг друга – срубить дерево или спасти. Оно потеряло декоративный вид, видите, там и сухих веток полно, и вон обломы уже, всё. С этим деревом спокойно можно поработать и привести его в порядок. Это займёт, конечно, больше времени, чем его спилить, но тем не менее это вполне возможно. Мы для этого и собрались. Если будете настаивать на том, что его сохранить, мы сохраним его. Это безобразие, если уничтожить сейчас все деревья, которые здесь. Мы лишимся кислорода, который они выделяют. Они у нас забирают, соответственно, вредные вещества, пыль и так далее. И надо беречь деревья. У него совершенно нормальный ствол, замечательное дерево, его надо только ухаживать за ним. По словам Юрия Васильева, на снос 75 деревьев мэрии придётся потратить около полумиллиона рублей. Зелёная комиссия пригласила навстречу также подрядчика, который занимается реконструкцией площади и сквера. Как рассказал директор строительной компании, пока что у него нет понимания, какие деревья он должен ликвидировать. В следующий день планируем высадку здесь новых деревьев с комом. Деревья будут и саженцы высаживаться, и кустарники, и много будет цветников. Единственное, что сейчас вопрос по поводу сноса деревьев, но он пока стоит острый, мы не приступаем, пока до конца с общественностью не будет согласован. Средства под это есть, мы не начинаем. Мне нужно, чтобы администрация показала конкретно, какое дерево, чтобы сносилось, чтобы потом не было никаких недопониманий. Общественники согласились, что несколько сухих, старых и явно больных деревьев следует срубить. После вяло текущих споров замглавы комиссии согласился вычеркнуть из списка 10 растений, но жизнь им сохранена пока только на словах.